Доброе утро! Мы с вами уже смирились с тем фактом, что наконец-таки мы дождались разворотной тенденции по американцу, дождались того периода времени, когда именно доллар будет локомотивом всего финансового рынка, всех финансовых площадок и локомотивом в плане своей восходящей динамики. Я думаю, что наши ожидания действительно должны были быть вознаграждены, потому что те, кто регулярно посещает бритинги, знают то, что мы верили в укрепление позиций американской валюты еще довольно-таки давно. Верили в то, что Трамп с начала своего президентства станет переворотным моментом и создаст условия для восходящего движения. Но в итоге ожидания того, что американец действительно нащупывает серьезные основания, у нас были смещены практически наглубы. И сейчас мы начинаем наконец-таки пожинать плоды тех, собственно, ожиданий, которые были изначально. Мы наконец-таки получаем поддержку от соответствующего и достойного роста доходности американских облигаций. Мы наконец-таки уже вошли в ту фазу, в тенденцию, когда, пожалуй, какая бы статистика не выходила по штатам, она ровным счетом никак не влияет на решение американского регулятора, который четко дал нам уже понимание того, что ставки, собственно, продолжат повышаться вплоть до протяжения всего 2018 года. И мы с вами можем лишь спекулировать на том, сколько раз эту ставку повысить, собственно, до конца 2018 года. Финансовые рынки, как вы наверняка заметили, с начала этой недели, да и не только, с начала этой недели движения пошли еще и на прошлый. Собственно, эта неделя довольно активная, очень много событий, друзья, еще впереди, поэтому я думаю, что мы стоим только у истока вот этой волатильности, которая будет раскручиваться и расширять диапазон хода финансовых инструментов, за которыми мы следим. Мы, безусловно, будем об этом говорить и делать на некоторые активы, может быть, чуть большую ставку, чем на другие, потому что, ну, так нужно делать, тем более, что если есть фундамент, который относится непосредственно к отдельным экономикам и валютам, за которыми мы следим. Давайте поговорим про рынок нефти, который сейчас по котировкам немного спал с локальных максимумов. Это характерно и справедливо и для WTI, и для Brent, то есть для обоих основных сортов нефтянки. При этом High был зафиксирован в начале этой недели на отметке 75.61 по Brent, после чего произошла коррекция. Напомню, что основная причина, по которой покупатели поверили в то, что нефтянка будет развивать дальнейшее обучение ралли, это комментарий, пример министра Израиля Ниткин Яху, который сообщил о том, что у него есть неопровержимые доказательства того, что несмотря на действия ядерной программы Тегерана, то есть, скажем, соглашение по Атому, в соответствии с которым Иран не имеет права вообще поднимать вопросы, уж тем более реализовывать проекты, которые касаются данной тематики, оказывается, что у Ниткин Яху есть доказательства, что какая-то секретная ядерная программа все-таки реализуется. И Ираном, я в частности, ну, наверное, так же, как и многие из вас, кто следит за нефтянкой, и за тем, что происходит по фундаменту, лично не нашел четких доказательств того, что у Израиля есть доказательства вот этой секретной программы. Возможно, и рынок, собственно, поэтому развернулся, потому что эти доказательства так и не были представлены. Напомню, что ралли было связано не просто с этим комментарием, а с тем, что такие заявления серьезно повысили вероятность того, что США все же введут санкции против Ирана. Напоминаю то, что решение об этом должно быть принято уже до 12 мая, то есть времени остается совсем чуть-чуть. Это не значит, что решение примутся до 12 мая, но может быть принято даже сегодня. То есть интерес к нефтянке должен быть сейчас значительным, и мы должны понимать, что на повестке есть мощные фундаментальные события, которые, с одной стороны, имеют потенциал, чтобы поспособствовать росту актива, но, с другой стороны, если США все-таки будут более, мне кажется, прагматичны, будут больше задуматься о последствиях, смириться с позицией того, что не нужно подоражить и ворошить, скажем, крайне болезненные для всей мировой экономики эти темы, и продлять соглашение по атомам, то у нефтянки будет только одна дорога. Это дорога вниз, потому что весь тот рост, который мы видели, он как раз базировался на том, что США могут расширить эти финансовые и экономические санкции против Ирана. И для рынка нефти это очень важное событие. Почему? Потому что Иран один из основных игроков на всем рынке черного золота. И если санкции будут действовать по адресу этого государства, то тогда мировой рынок не насчитается по разным подсчетам. Друзья, кто-то видит потенциальную нехватку в 400-600 тысяч баррелей, кто-то говорит о том, что цифра может достигнуть даже 800 тысяч, а кто-то делает ставку на то, что рынок не дочитается более миллиона баррелей. Какую бы цифру мы бы сейчас из этих трех возможных сценариев не взяли, это все равно риск дефицита предложений. И сейчас эта тема очень актуальна, потому что благодаря усилиям ОПЕК, и не только ОПЕК, но и странам, которые поддержали инициативу к ближневосточному картелю, присоединились к сделке по снижению объемов добычи, удалось сократить серьезно мировые запасы. И сейчас рынок стал чувствительным к любым проблемам с поставками, поэтому и эта тема сейчас настолько актуальна. К примеру, если бы мы работали с этим фундаментом год назад, когда соглашение было только в начале, и мировые запасы превышали среднее значение избыток мировых запасов, среднее значение за последние пять лет больше, чем на 300 миллионов, этот новостной фонд не спровоцировал бы таких мощных движений, которые мы видим сейчас. Очень большой вопрос, где же вот этот потолок у нефтянки, потому что многие даже по технике смотрели на значение гораздо скромнее, чем те котировки, которые мы видим сейчас. Но вместо того, чтобы наблюдать, на мой взгляд, более-менее логичный и предсказуемый разворот, все равно рынок растет на вот этих спекулятивных ожиданиях. Друзья, очень скоро будет момент истины для всего рынка. Тема, связанная с сансами в адрес Ирана, останется в прошлом. Это произойдет в перспективе ближайших уже полутора недель. И я надеюсь, что, как и в случае с долларом, по нефтянке наши ожидания вот этого разворота тоже будут, собственно, оправданы. И нефть окажется снова ниже 70 долларов за баррель. Ну, а там уже будем с вами рассуждать, куда нефтянка пойдет дальше. Я хочу лишь добавить еще, что в поддержку идеи по коррекции, безусловно, нужно добавить еще эту статистику, которую мы разбираем по штатам. Беккер Хьюз, посмотрите количество терминалов, сколько нефти добывается, что происходит с запасами. Кстати, сегодня у нас, поскольку торговая сессия среды, у нас официальные, скажем, самые свежие, самые актуальные данные. В 18.30 по московскому времени мы с вами ждем отчет от администрации электрической информации. И я абсолютно уверен, что эта статистика будет на стороне продавцов. Но большой вопрос, сможет ли рынок погасить вот это вот сопротивление быков, которые ждут, что США ведут санкции против Ирана, все-таки подавить их настрой и пустить вперед продавцов, которые уже давно с охотой и с радостью бы навалились на продаже нефтябки. Поэтому, друзья, ждем все-таки снижения цен на нефть. Я не очень-то верю, даже ввиду импульсивности Трампа, что решение по санкциях будет положительным в адрес Ирана, поскольку это сделка, в которой участвуют и другие регионы, Франция, скажем, Европейский Союз, которые тоже должны высказаться и все-таки дать понять о США, какие последствия, собственно, могут быть у всего этого. Надеюсь, что Трампа прислушивается, если уж не к своему ближайшему окружению из администрации, то, по крайней мере, к своим коллегам по статусу и должности. Рубль 63. Чем выше забирается нефть, тем хуже рублю. Это немножко сарказмом было сказано, друзья. Я надеюсь, вы понимаете, что произойдет с российской валютой, если котировки нефти сейчас развернутся, если даже такие цены, которые мы наблюдаем сейчас, не способствуют укреплению рубля. Ну, понятно, что все это искусственные механизмы, которые сейчас используются российскими монетарными властями, исходя из тех проблем, которые сейчас весьма актуальны по причине нехватки средств в специализированных запасниках, я имею в виду уже только лишь фонд национального благосостояния, который немного переквалифицировался, скажем, по источникам, по объектам расходования. Раньше Конституции вовсе запрещалось использовать эти средства на латание дыр в федеральном бюджете. Сейчас, скажем, эти положения удалось обойти, поскольку немного изменился статус самого фонда. Произошло это по той причине, что другой фонд, резервный, полностью истощился. Сейчас, безусловно, то, что происходит на рынке нефти, стараются использовать российские монетарные власти, поскольку чем дешевле курс национальной валюты, тем больше, конечно же, выручка, которую получают экспортеры. Неизвестно, но я точно знаю, друзья, что если на рынке нефти сейчас произойдет разворот тенденций, то российскую валюту не удастся быстро взять под контроль. То есть какое-то время, исходя из-за свободного плавающего курса, рублю придется работать с спекулятивным прессом тех спекулянтов, которые присутствуют на рынке, которые с огромной охотой сейчас планируют заработать на обвале рубля с потенциалом его хода против доллара в район 70. И вы должны это понимать и допускать, друзья. Рубль будет дешевле, чем сейчас, и дешевле, я думаю, что процентов на 10 уж точно. Доллар японская иена котировки на текущий момент 109.69 могло ошибаться на несколько пунктов, поскольку он выписал целевые ориентиры и актуальный курс валютных пар, когда готовился к нашей с вами встрече. При этом хай, который был сфиксирован в паре доллара японская иена 109.91, мы лишь немного не дотянули до планки 110. Я уже начал брифинг с того, что мы наконец-таки видим и наблюдаем за оправданным ростом американской валюты. Но поскольку мы долго ждали, собственно, этого роста, друзья, как только мы доберемся с вами до планки 110, я думаю, что нужно будет пофиксировать хотя бы часть позиций. Там уже будет видно, мы посмотрим, как действовать дальше. Но нужно получить от доллара хоть какую-то отдачу в виде реализованной прибыли, а не того хлоутинга, который мы наблюдаем. Причин для покупки американца и для роста, который уже наблюдается несколько недель подряд, очень много. Это отснеживание геополитических рисков до фундаментальной поддержки статистики, которая подогревала и готовила нас к заседанию ФРС, которая может быть снова результативным в плане решений. Собственно, сегодня, это как раз тот день, когда будут подведены итоги двухдневного заседания американского регулятора. Оно началось вчера. Сегодня решение по ставке и сопроводительное заявление. Даже если, друзья, мы не получим решение по ростопроцентных ставок, то есть, возможно, ФРС классически решит брать это решение на июнь месяца, мы все равно с большой долей вероятности столкнемся с жесткой риторикой, которая будет лишь полностью повторять те комментарии, которые мы слышали уже неоднократно от большинства представителей ФРС и от Джерома Павла. Так это то, что политика будет жесткой, поскольку американская экономика сейчас находится на подъеме и готова справиться с ростом процентных ставок. И более того, нужно справляться, ведь промедление с этими решениями в конечном счете может отстоить экономики перегрева. Соответственно, по статистике, у нас вчера был насыщенный день. Я, пожалуй, все релизы перечитать не буду. Сделаю лишь акцент на два самых важных. Это активность в производственном секторе АСМ. Самый объективный анализ данного сектора американской экономики – 57,3. Хоть и небольшое снижение с показателями прошлого месяца, но существенно выше 50, друзья. Это пограничная зона 50, которая отделяет спад от восстановления. Даже если бы у нас этот индекс сейчас был на отметке, скажем, 51, этого бы уже было достаточно, чтобы признать тот факт, что сектор производства продолжает развиваться. И индекс постепенного разгона инфляции – 79,3 со 78,1. Этот индикатор, уверяю вас, будет одним из решающих аргументов для представителя американского регулятора, чтобы снова дать нам, опять же, сигнал того, что ставки будут повышаться, и политика будет становиться все более и более жесткой. Еще один аргумент – поддержку доллара. Помимо того, что все-таки ФРС подтвердит приверженность политике более высоких процентных ставок, эта ситуация на американском рынке до. Да, по десятилеткам мы немного отступили ниже 3% от этого максимума с 2014 года, но находимся прямо на пороге того, чтобы снова оказаться на этом рубеже. Буквально несколько пунктов сейчас. Не хватает трежер из десятилетки, чтобы снова коснуться этой планки. По мере, опять же, сегодняшней жесткой риторики, у ФРС, точнее, у американских облигаций будут все условия, чтобы шагнуть снова выше этой черты, и, возможно, друзья, уже там остаться. Соответственно, по доллару и японской иене я рекомендую рассматривать длинные позиции. При этом нужно понимать, что это были длинные позиции довольно продолжительного периода, и какую-то часть все-таки прибыли нужно будет зафиксировать, потому что 110 иен за доллар мы сегодня должны коснуться, ну, с вероятностью, пожалуй, 99,9%. Ну, а то, где окажется доллар после этого, мы, соответственно, поговорим с вами уже после заседания ФРС завтра на брифинге, который, как и всегда, состоится в 9.30 по московскому времени. По евро против доллара ничего не меняется, друзья, мы с вами ждали отметку 1.20, я вас поздравляю, поскольку мы достигли этого уровня, это тоже абсолютно нормальная реакция европейской валюты на рост курса доллара, абсолютно нормальная реакция евро на крайне слабую статистику, которая полностью изменила вектор, никаких сильных ризок мы уже не наблюдаем, я вам говорил, друзья, о том, что не нужно обращать внимание на локальное проявление, может быть, позитивных тенденций, потому что, точнее, отчетов, поскольку разовая сильная статистика, это не тенденция. Тенденция у нас всегда была негативной, и по еврозоне сейчас, только сейчас почему-то стали все констатировать, что данные реально ухудшились, и на основании этой статистики, тех отчетов, которые выходят в последнее время, невозможно выстроить политику, которая предполагала бы более высокие процентные ставки. Это то, о чем нам говорил Марио Драги, мы к этому были готовы еще до заседания Европейского центрального банка. Аргументов против евро очень много, здесь лишь нужно смириться с тем, что мы развиваем новый тренд, он нисходящий, где остановится европейская валюта. Неизвестно, кто-то видит уже снова уровень 1.15, кто-то говорит, обозначает цели 1.10. Я не сомневаюсь, друзья, что нисходящее движение будет продолжено, допускаю, что будут локальные откаты, и для тех, кто еще не сделал, предлагаю использовать отложку sell limit с отметки 1.20.40, продавать с этого уровня в расчете на уход в район 1.18. Сегодня, кстати, у нас целый блок статистики по индексам активности еврозоны по целым и по отдельным странам, ведущим странам валютного блока. И в 12.00 еще данные по экономическому росту. Что в первом, что во втором случае, я считаю, что статистика будет снова плохой. И об этом мы поговорим, собственно, уже завтра. Фунт против доллара – это, пожалуй, главное расчарование не только для меня, но и для тех, кто поверил в решительность Банка Англии, поверил в то, что Банк Англии сделал все возможное, чтобы не потерять то, что им удалось наработать в результате своих словесных интервенций и подготовки последовательного рынка к тому, что в мае ставки повысят. Курс фунта вырос до отметки 1.43, и это был тот самый уровень обмены британца, который действительно мог бы способствовать дальнейшему снижению инфляции и росту заработных плат. Мы, кстати, про вот эти параллели и причины, выводы, почему так, а не иначе, говорили уже неоднократно. Я сейчас не буду на этом акцентировать ваше внимание, потому что это, наверное, лишнее. Фунт просел и не просто провалился. Есть нисходящая тенденция, это полноценный тренд, который больше похож на то, что британца тащат неизвестно куда, потому что еще чуть-чуть, и потери буквально за две недели будут около 1000 пунктов. У меня, признаюсь, запаса прочности еще до уровня 1.35. Ровно на этом рубеже я уже подумаю, стоит ли находиться в длинных позициях далее, потому что и без того, собственно, убыток будет уже очень серьезным. Не дотянул британец до цели, которую мы ранее ставили, хотя все может измениться. А, кстати, ссылаясь на комментарии кредита Гайколь, прямая формулировка снижения фунта дальнейшая ограничена. И сейчас рынок находится в том состоянии, когда он просто обязан перезагрузиться по поводу тех ожиданий, которые имеют место быть относительно процентной ставки. Заседание Банк Англии состоится уже на следующей неделе. И если, скажем, вот это снижение было лишь от прелюдии перед мощным ростом, мы в этом убедимся, собственно, лишь на следующей неделе. И у рынка, пожалуй, и данного фундамента, который мы с вами ожидаем, то есть решение процентной ставки, есть сейчас, пожалуй, последняя возможность, чтобы поддержать нас, покупателей, и, собственно, и вовсе не оставить без средств на таком нисходящем движении. Ну, хватит уже валиться так интенсивно, как мы наблюдаем. Кстати, до заседания Банк Англии у нас завтра еще активность в сфере услуг. Это очень важный индикатор для английской экономики, то есть сфера услуг, на которую приходится больше 80% всего экономического роста. То есть, проводя параллели, если индекс производственного сектора вчера привел к таким мощным нисходящим движениям британцев, то сфера услуг, которая в пять раз круче, чем производственный сектор, в случае, если данные все-таки будут в соответствии с ожиданиями, ожидаются неплохие цифры, может развернуть британца. И ему нужно сейчас развернуться, потому что, если он просядет еще на одну фигуру, собственно, лично для меня, как для трейдера, заседание на следующей неделе уже не будет представлять никакого интереса, потому что не будет интереса вообще торговать британцам. Доллар-канадец, котировки на текущий момент, одну секундочку, 1.28.26, друзья. Мы работаем сейчас с сильным долларом, и я надеюсь на то, что доллар-канадец все же продолжит восстановительное движение и коснется планки 1.30. И чтобы убедить вас в том, что есть для этого, для такого сценария аргументы не только со стороны роста доллара, хочу привести вам последний комментарий господина Полза, который выступал вчера, это председатель Банка Канады, который отметил, что экономика в очень хорошем состоянии, но есть по-прежнему серьезная и неразрешимость от проблем с аккредитованностью. И на фоне этого, безусловно, потребители крайне чувствительны к любым повышениям процентной ставки. Соответственно, следующее решение касательно того, повысить ставку или нет, будут проходить через фильтр, скажем, многих обсуждений, и, собственно, Банк Канады будет крайне осторожен в том, чтобы ставки повышать в ближайшее время. И я считаю, что из таких комментариев мы можем между строка проследить, собственно, мнение, сигнал того, что даже несмотря на сильные отчеты, которые выходят по канадскому, по канадской экономике в последние недели, все же это не основа для повышения процентной ставки. А поэтому у канадца нету мощного, такого фундаментального драйвера, который можно было бы оправдать и, скажем, погасить укрепление доллара. Я думаю, что все-таки сила американца здесь более очевидна, поэтому и доллар канадец у нас сейчас находится, посмотрите, на дневках, в таком зажатом канале, довольно узком, уже вторую неделю подряд. Доллар канадец вырвется из этой зоны, и я надеюсь, что то, что произойдет, это по мере возобновления и снижения цен на нефть, потому что канадец, безусловно, сейчас выигрывает еще от высоких котировок нефти. Ну а когда будет реализован тот сценарий, который я отметил по нефти, безусловно, уже рассчитывать будет не на что, и пара доллар канадец устремится выше отметки 1.30. По доллару канадца, друзья, я предлагаю покупать эту пару с отметки 1.2860, то есть можно поставить отложенный ордер buy stop. А что касается британца, то довольно неплохой сделкой может стать покупка с уровня 1.3560, это в расчете на, собственно, индекс в сфере услуг, и уже своего рода подготовка к заседанию банка, которая состоится на следующей неделе. Сегодня из важных отчетов мы с вами ждем статистику ADP, это частная оценка количества новых рабочих мест вместе с хозяйственного сектора, это репетиция, как и всегда, перед пятничным non-farm payrolls, то есть в эту пятницу нам тоже спокойно на рынке поработать не удастся, волатильность будет существенной, и, безусловно, перед тем, как non-farm payrolls нас, по идее, должны будут порадовать, у нас сегодня заседание американского алюминистратора, точнее, подведение итогов в 21.00 по московскому времени. Будьте бдительны, будьте внимательны, контролируйте риски, это очень важно сейчас. И давайте собственными силами все-таки протащим американца выше текущих значений, что, разумеется, будет выступать причиной для слабости рисковых инструментов, хотя по евро-доллару мы, в принципе, уже выжили все, что хотели на текущем этапе, но нисходящие тенденции, уверен, будет продолжена. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Увидимся мы с вами завтра в 9.30 по московскому времени. Поговорить нам будет о чем, а завтра мы давайте с вами уделим больше внимания австралийцу, новозеландцу. Сегодня я хотел о них поговорить, но много времени у нас ушло на другие активы. По австралийцу и по новозеландцу в двух словах все в соответствии с ожиданиями. Мы снижаемся, по австралийцу, в принципе, сделали уже ближайшую цель 0.75. Ну, сходим еще ниже. На этом все. Всего доброго. До свидания.